Друзья, всем привет! С вами Владимир Шемет и у нас первый день отдыха в Шарм-эль-Шейхе в отеле Альбатрос Акваблю в период пандемии. Смотрите, значит, мы уже обжились в номере, мы обедали, мы завтракали, в общем, в принципе, со всем мы разобрались. И сейчас мы в полчетвертого вечера собрались съездить на пляж отеля. Это не будет подробный обзор, но немножечко я вам все-таки покажу этой информацией, как выглядит трансфер и как выглядит пляж. Погнали! Мы уже в автобусе, который везет туристов отеля Альбатрос Акваблю на пляж. Автобус небольшой, примерно на 30-33 пассажира. Ну, вполне хорошего качества, имеется в виду в нормальном состоянии. Очень сильно дуют кондиционеры, так что, если кто-то к этому относится, обрицательно имейте это в виду. Вот. В 15.30 отправление, обратный последний автобус из пляжа в отель в 17.00. В принципе, уже где-то после этого времени начинает темнеть, так что все равно в воде уже находиться небезопасно. Так что, нормально как бы все это мы посмотрим, как выглядит пляж и что там интересного. Ну и, естественно, сейчас засечем времени, сколько по времени едет трансфер на этот пляж. Ну что, друзья, на часах ровно 15.30 минут и мы выехали на пляж. Давайте посмотрим, сколько это занимает времени. Ну что, друзья, до пляжа мы доехали за 8 минут. Это... не скажу, что так быстро, но связано это с тем, что мы объезжали там пол-шарм-эль-Шейха, условно говоря. Так бы, конечно, быстрее доехали. Я так понимаю, это все из-за того, что не работает лифт. Вернее, не то, что не работает, а он, наверное, тут на реконструкции. Смотрите, вот оно все. Это ремонтируется вот за моей спиной. Вот он лифт. Тут возле него скала. Что-то с нею делают. Я даже не представляю, что они это делают. Мне вот интересно. Наверное, оно обваливается, чтобы не обваливалось. Они что-то тут, возможно, укрепляют. Ну, это предположение. Ну, и из-за этого трансфер объезжает очень много. Соответственно, как бы, получается, ну, пешком будет, наверное, гораздо быстрее. Но пешком, если пройтись, друзья, да, там однозначно можно там срезать. Но придется тогда спускаться вот по лестнице. Смотрите, вон лестница вверху. Вот она. Дальше я, конечно, попробую разобраться с этим вопросом. Можно там спускаться или нельзя. И какие есть нюансы и особенности. В общем, друзья, времени у нас немного, чтобы поплавать. Поэтому сейчас мы по-быстрому бежим в море для того, чтобы наконец-то поплавать в этом прекрасном Красном море. Погнали! Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что хочу вам сказать. Да, риф тут конечно примитивный. Я бы вообще сказал, что он еле-еле присутствует на этом пляже. Но в чем суть, друзья? В принципе рыбок было немало. Видел много различных рыбок, в том числе и хирургов. Аравийских хирургов. Видел вот этих полосатых. Видел, я их называю рыба-игла. Видел попугая. Рыба-попугай. И какие-то еще. И даже всех не помню названия этих рыбок. Ну, в общем, в принципе рыбки есть. Вот, если поплавать с маской, конечно, увидеть можно что-то. Что еще хотел сказать. Я знаю, в этом месте есть неплохой риф. Но до него нужно немножко пройтись. Это, конечно же, я вам покажу в последующих своих видео. Ну, а сейчас мой сын Денис говорит, что тоже готов поделиться своими впечатлениями. Ну что, Дэн, что интересного, чтоб увидел? Я видел, это 4 вида рыб. 4 вида? Всего 4? Да. И какие? Одна рыбка такая, хвостик желтенький, а впереди черно-белая. Да? Белая, потом одна такая синенькая. Угу. Ну, такие было две рыбки. И одна черная. Ну, она была, конечно, за камнем. От меня где-то было метров два от меня она была. И одна рыбка очень была близко ко мне. Ну, конечно, это уже была синенькая, даже 3 рыбки таких видел. И еще один вид такой необычный, трехсветовый. Ух ты. А как водичка? Отличная. Не холодная, не горячая. Не, ну вообще вода теплая, реально очень теплая вода. То есть в воде вообще просто очень комфортно. А вот когда вылезли, ветерок дул, да? Да, было не очень тепло, было холодно. Что, холодно? Серьезно тебе было? Не очень, не холодно, но не так было. Ну, некомфортно, да? Ну, под вечер, конечно, не очень уже. Ну, я поплавал даже еще. Это, по-моему, у Шуру какой-то нашел. Винт. Болт. А где ты его делал? Выбросил? Не, я его там закапала в одном секретном месте, так я забыл. А, понятно. Еще я нашел стекло. Ничего себе. Его тоже закапал. Ну, стекло надо было в мусорку выбросить, наверное, чтобы никто не порезался. Это я уже плавал, когда я был еще без трубки. Я не копался даже. Я там плавал, плавал и нашел. Я оболт, я тоже плавал и нашел. Еще я находил камнишки разного размера. Один, вот такой, примерно, вот такой вот камень был. Угу. Понятно. Я его куда-то там выбросил, чтобы он его не наступил и не на... Ну, молодец. Окей, спасибо, Дэн, за свой рассказ. В общем, друзья, ну, естественно, это был первый день и, собственно говоря, с дороги не совсем это все было комфортно, можно сказать, некоторым членам нашей семьи. Поэтому, я надеюсь, в последующих видео я вам покажу массу интересных нюансов, моментов и мест в Шарм-эль-Шейхе и особенно то, что касается подводного мира. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока-пока.